Наследие Олимпиады в России отметили день зимних видов спорта, который проводят в годовщину сочинских игр. По всей стране прошли спортивные соревнования и мастер-классы. Попробовать себя в новых дисциплинах смогли и жители нашей области, в их числе моя коллега Кристина Лата. Попробовать себя в роли керлера, именно так называют игроков, керлинг может любой желающий. Инструкторы объясняют основные правила игры. На словах кажется просто, на деле падение синяков мало кому удается избежать. Вес камня почти 20 килограммов и его нужно направить точно в дом, в специальную зону на ледовой площадке. Начинаем игру, как объяснили мне специалисты. Главное это правильный толщок, ведь именно от него зависит с какой скоростью и куда покатится камень. Анна впервые узнала о керлинге два года назад. Случайно увидела трансляцию из Олимпийского Сочи. Признается, поначалу не восприняла этот вид спорта всерьез. Ведь керлеры всего лишь трутчеткой лед. Абсолютно две разные вещи. Казалось по телевизору, что это все слишком просто. Нет, это очень тяжело. И нужны тренировки, чтобы обладать этим видом спорта. Когда на сочинском льду медали завоевывали российские фигуристы, этим девочкам было всего четыре года. Спустя время за награды поборются уже они. Пускай пока и на региональном уровне. Когда я была маленькая, я посмотрела Олимпиаду, где фигурное катание. И мне понравилось, и я захотела заниматься им. Случай Алисы не уникален. Сотни детей идут в спортивные секты, заразившись олимпийским азартом. Сплеск интереса к зимним видам спорта отмечают и специалисты. Что может быть лучше и ярче рекламы, чем выступления наших отечественных чемпионов на родной Олимпиаде Сочи. Мы все вместе за них болели, все за них переживали, потом аплодировали. И поэтому, конечно же, толчок развития именно зимних направлений. Они имеют место быть в очереди в спортивные секции. На хоккей, на фигурное катание они сегодня стоят. Мы, конечно, будем делать в ближайшее время все возможное, чтобы как можно больше наших мальчишек и девчонок приходило в спортивные секции, связанные с зимними направлениями. Кроме Новосибирска, день зимних видов спорта отметили в Бердске соревнованиями по хоккею и шорт-треку, а в районах области – лыжными гонками и семейными эстафетами. Кстати, в этом году праздник прошел под девизом «От Сочи к Рио». Ведь уже скоро нашим спортсменам предстоит бороться за медали в летних дисциплинах на Играх в Бразилии. Кристина Лата, Антон Мамаев, Новости ОТС.